Рад видеть вас на канале Девайс. Сегодня на обзоре видеокарта от компании Полит, модель GeForce RTX 3090 Gaming Pro и ее версия OC. Надеюсь, что вам понравится это видео, буду рад за лайк и любой комментарий. В описании оставлю ссылки на эту видеокарту. Подписывайтесь на канал, будем говорить о компьютерах и девайсах к ним. Итак, начнем. Если посмотреть на характеристики, то разницы в объеме памяти и ее типе нет. 24 ГБ GDDR6X. А вот частота ядра имеет небольшие отличия. В обычной версии 1695 МГц, а в версии OC 1725 МГц. Интерфейс памяти 384 бита в обоих случаях, как и CUDA ядер, 10496 будет одинаковым для этих версий. Видеокарта обеспечивает потрясающую графику, невероятно высокую частоту кадров и ускорение искусственного интеллекта для игр и творческих приложений. Используя графический процессор с микроархитектурой Ampere, представляющий второе поколение чипов NVIDIA RTX, видеокарта готова обеспечить фантастическую игровую производительность за счет улучшенных вычислительных блоков, RT-ядер, тензорных ядер и потоковых мультипроцессоров. Они поддерживают трассировку лучей в режиме реального времени и передовые технологии искусственного интеллекта. Трассировка лучей – это важнейшая составляющая современной игровой графики, моделирующая натуральное физическое поведение света. Технология позволяет получить максимально реалистичное изображение кинематографического качества даже в самых графически насыщенных играх. Технология сглаживания с алгоритмами глубокого обучения NVIDIA DLSS обеспечивает бескомпромиссное качество изображения за счет использования имеющихся в видеокарте тензорных ядер. При этом она мало влияет на скорость игры, что позволяет выкрутить настройки на максимум. DRMOS, ранее доступная только на высокоуровневых серверных платформах, теперь используется и в новом поколении видеокарт Polit. DRMOS обеспечивает низкую шумность и эффективное снижение тепловыделения в тяжело нагруженных цепях питания. Внешний вид и размер видеокарты также не имеет отличия. Размер карты по высоте 11 см, длина 29,5 см, ширина 2,7 слота. На видеокарте присутствуют разъемы трех дисплейпортов и одного HDMI. Обе версии требуют дополнительного питания 8 плюс 8 пин. Рекомендованный блок питания 750 ватт. Вентиляторы TurboFan улучшены до версии 3.0 с использованием двойных шарикоподшипников для повышения эксплуатационных характеристик вентиляторов. Особенности. Технология защиты от пыли по стандарту IP5X, уменьшение вибрации вентиляторов, повышение ресурса вентиляторов. В обычном рабочем режиме и при запуске мультимедийных приложений видеокарта работает беззвучно благодаря технологии 0 дБ. Две пластины, из высококачественного алюминиевого сплава, полностью покрывают печатную плату, непосредственно контактируя с наиболее горячими компонентами на печатной плате. С такой конструкцией системы охлаждения обеспечивается защита от механических повреждений и оптимизированный отвод тепла. Тепловые трубки имеют особую форму для повышения площади рассеивания тепла. Эффективность передачи тепла намного выше, чем у традиционных тепловых трубок. Конструкция крепежной панели с ячейками в виде сот увеличивает отводимый от графического процессора воздушный поток на 15%, что улучшает общую эффективность системы охлаждения. Адресуемая RGB-подсветка обеспечивает настройку каждого светодиода подсветки. Кристаллическая поверхность кожуха системы охлаждения GameRock дарит вам великолепное ангельское освещение. ARGB Sync поддерживает синхронизацию подсветки с другими устройствами с ARGB-подсветкой. Новая версия PolitFundermaster полностью обновлена по сравнению с предыдущими версиями. Она имеет более удобный интерфейс, а также больше персональных настроек. С Fundermaster вы можете настраивать разгон оборота вентиляторов и эффекты LED-подсветки. Вы также можете отслеживать параметры видеокарты. Я почитал отзывы в интернете пользователей этой карты и сейчас расскажу вам, о чем пишут владельцы. Начнем с негатива. Не самый красивый дизайн. Раздражающая RGB-подсветка по умолчанию. Высокое тепловыделение. Корявый фирменный софт Fundermaster. Как-то очень дорого. Но, безусловно, есть много положительных отзывов. Сейчас расскажу. Производительность шикарная. Очень большой объем видеопамяти. Наименьшая длина в классе карт 3090. Шума нет вообще. Можно отключать подсветку. Качество сборки отличное. Поддается разгону. Дроссели не пищат. Если вы уже обладатель этой видеокарты, в комментарии к видео напишите свой отзыв о ней. А в описании напоминаю, что оставил ссылки на лучшие цены этой видеокарты. Спасибо вам, что посмотрели до конца наше видео. Очень надеюсь, что оно вам понравилось. Буду рад, если поставите палец вверх, подпишитесь на наш канал и напишите комментарий. С вами был канал Device. Скоро увидимся.